Я отниму немножко хлеба и Урослава. Надеюсь, он меня простит. Но я так, кусочек только откушу. Значит, у вас на лекции будет ZooKeeper когда-нибудь? Вот я вам расскажу про него. На самом деле, нет, не расскажу. Немного расскажу, потому что с таким очень… с узким фокусом. Помните, я вам задал вопрос, что такое сервис блокировок? И вы там пытались фантазировать. Помните, было такое? Что вы из этого вынесли, из этой истории? Ничего, да? Обычная реализация, которая перегибает с головы, довольно неестественная. Ну да, одного метода lock мало. Потому что вы, клиент, можете умереть и эту блокировку с собой унести. Блокировка надежно хранится здесь, а вы, клиент, неотказоустойчивый. Поэтому что мы предложили в такой ситуации? Блокировка с TTR. То есть, вы берете блокировку, потом в какой-то момент у вас ее отнимают. Ну, правда, непонятно, что делать. Если у вас ее отняли, а вы об этом еще не знаете, появился уже другой товарищ, он ее взял. Ну и да, вы, конечно, берете блокировку и там пингуете, периодически продляете этот TTR на вашей блокировке. Вопрос. Зачем нужны распределенные блокировки? Зачем они могут быть полезны? Вот есть Google Chibi, я тоже про это говорил. Сервис блокировок. И вот его написали с вполне конкретной целью в Google. Интернетшн? Чтобы выбирать лидера для других распределенных систем. Иначе говоря, эта система, она нужна была для того, цель была при разработке Chibi, Давайте я даже статью открою. Они делали сервис блокировок и они объясняют, ну, то есть, вы пишете распределенную систему, что вы хотите, чтобы она была отказоустойчивой и, скорее всего, вам нужен какой-нибудь консенсус. Ладно, что-то у меня не увеличилось за шрифт. Видно так или нет? Вот смотрите сюда. Здесь описан, в этой статье описан дизайн, но сначала некоторая мотивация. Зачем делать сервис блокировок? Затем, чтобы не встраивать библиотеку консенсуса в каждую систему, которая вот пишется и которая хочет быть отказоустойчивой. То есть, хорошо бы воспользоваться этим консенсусом как сервисом, вынести его во внешнюю систему так, чтобы можно было бы в любой системе его переиспользовать. Тут есть некоторые странные заявления, тут они пишут, что, например, в интерфейсе блокировок он более привычен для разработчиков. Верите ли вы в такое? Вот есть задача консенсуса, вы можете там, ну, не RAFT, RAFT они не могли встроить, это было начало двухтысячных. Ну, вот они могли бы по аксессу строить библиотеку, либо могли использовать сервис блокировок. Вот они выбрали сервис блокировок, потому что просто API более привычен. Чем консенсус? Ну, да, чем все вот эти по аксессу. Ну, наверное, там. Ну, конечно же, нет. Но ты видел когда-нибудь спинлок? Видел же, да? Простой, как пробка. А вот смотришь на это, и уже не очень просто. Ну, потому что у тебя отказы появляются, и вся эта абстракция блокировки, она внезапно перестает работать. Так что, знакомо это или нет, скорее, ну... Слово LOG знакомо, спинлок знакомым разработчикам. Проблемы распределенных блокировок незнакомы обычно людям. Они о них не думают, когда сталкиваются. Но вот, тем не менее, они решили так сделать. Еще одна причина есть. Довольно смешно они там пишут, что многие разработчики, когда пишут первую версию системы, про отказоустойчивость не думают. Поэтому зачем сразу какие-то консенсусы там воротить по аксессу и встраивать? Они сначала написали что-то одно, потом нужно это реплицировать. Они только потом задумываются. Поэтому внешний сервис тоже подойдет для такого подхода. Можно сначала написать систему неотказоустойчивую, с точкой отказа единый, и потом доработать ее. Так вот, в каком же смысле вот этот Chiber или сервис блокировок заменяет консенсус? Но вот сам по себе такой интерфейс он консенсус не заменяет. Но в конце концов, вот в чем смысл? Вы хотите выбрать лидера. Тот, кто взял блокировку, является лидером. Но вы могли придумать и какой-нибудь простенький алгоритм вместо этого. Человек с самым большим ID-шником является лидером. Нам нужно менять лидера, когда он умирает за лидером. Ну, вот этот алгоритм справлялся, который был в мультипаксисе. Зачем нам делать отдельный сервис отказоустойчивый и предоставлять такой API, когда, в общем, он ничего полезного нам не дает? Перенести лишний ангруз. Но дело в том, что он не только блок вам выдает, он еще кое-что делает. То есть вы не просто знаете, что вы сейчас лидер. Этого мало. Даже в рафте этого было мало. Там была процедура выбора лидера. Очень… Помните ее? Наверняка нет. Сейчас у нас подтвердили, что мы лидер. Сейчас у нас другого стал выше. Помните картинку? Вот у вас были тайм-ауты, и тот, кто истекал первым, вот, наверное, этот, или сейчас будет драка, S4 и S2. Слова. Ну, S4 победил. Вот. Он как-то победил, и теперь посылает хардбиты всем и говорит, вот, перезаведите свои таймеры, я все еще лидер. Ну, вот тут не просто выборы лидера, тут еще кое-что есть. Если вы на картинку посмотрите, на эту анимацию, то вот там есть важный нюанс. Там лидер, он... Напомню, что процедура выбора лидера не гарантировала ни в мультипаксисе, ни в рафте, что лидер будет один в каждый момент времени. Она гарантировала что в рафте? Что лидер будет один на эпоху. То есть у вас была эта самая эпоха, это два здесь. И в начале каждой эпохи каждый участник проходил через процедуру выбора лидера и отдавал свой голос ровно один раз. Таким образом, в эпохе мог быть выбран либо один лидер, либо вообще не выбран. Двух не могло быть. Но при этом физически одновременно они могли быть лидерами. Вы, по крайней мере, считаете себя такими. В мультипаксисе у вас, я напомню, были две фазы prepare, prepare, propose. И первая фаза, когда мы масштабировали это все для лога, была нужна для того, чтобы захватить лидерство, сказать, что вот на этом суффиксе лога все слушают меня, третьего участника, третью реплику. И потом проходить только через вторую фазу. То есть там были эпохи, нужны для того, чтобы зафиксировать свое лидерство над другими участниками. Вот само по себе лидерство ничего не означает. Означает, какую-то силу имеет лидерство плюс эпоха, в которой это лидерство работает. Все это понимают. Кто-то это понимает. Вот без этой эпохи никакого смысла в латине блокировкой нет. Эта эпоха говорит остальным участникам, как отличить настоящего лидера от старого. Если у вас номер больше, значит, у вас, значит, старого мы не слушаем. Несмотря на то, что они одновременно говорят нам, что они лидеры и считают так. Вот ровно поэтому к сервису блокировок нужно еще кое-что приделать. Но вот когда вам отдают лог, то вам говорят еще эпоху или версию, которая просто монотонно растет с каждой очередной блокировкой. Так, чтобы если бы два участника считали, что они лидеры, что у них блокировка эта и есть, то один из них владел бы ей во второй эпохе, а другой в третьей эпохе. И третья сторона могла бы разобраться, у кого же на самом деле сейчас блокировка. Ну вот, теперь переходим к звукиперу. Ну, Chubby вы потрогать не можете, ее написали в гугле, она где-то внутри там. Зато люди прочитали про Chubby и написали новую систему, open source в Yahoo. Назвали ее звукипер. Почему звукипер? Храник за парк. Ну вот. Ну да, эта система, она не самостоятельная, она ничего полезного для людей не делает. Ну так же, как и Chubby, не для людей написан. Chubby написан для того, чтобы, на сервис блокировок, чтобы строить другие распределенные системы. Ну вот помните, в прошлый раз я говорил про Bigtable. Bigtable, там есть таблиты, ну то есть большая хеш-таблица, она нарезана на кусочки. В каждом кусочке есть лидер свой. Вот этот лидер, он выбирается через сервис блокировок. Зукипер — это некоторая вариация open source-ная этой всей идеи. То есть такая система, которая будет вспомогательной, которая будет в себе инкапсулировать консенсус. То есть вот там внутри консенсус есть, а во внешних компонентах его уже нет. Очень быстро. Что Зукипер умеет? Ну, это распределенная система. Там есть вот несколько реплик, пять штук. Есть клиенты, есть главная реплика. Что за модель данных у Зукипера? Ну, вот она. Это дерево. Собственно, в Chubby то же самое. Это некоторое дерево, некоторая иерархия. Что вы можете с этим деревом делать? Ну, вот такие операции. Create, delete, exists, get data, set data, get children. На что это похоже? Вот можно неосторожно подумать, что это файловая система. Но нет. Это не файловая система. Хотя модель данных, как у файловой системы. Это действительно дерево такое вот. Каждый узел хранит некоторые данные. Даже, ну, то есть нет понятия директория и лист. Это более-менее равноправные узлы, которые могут просто иметь детей. Кроме того, в каждом узле могут быть данные. Разница с файловой системой в том, что данные небольшие. То есть данные одного узла занимают, ну, по умолчанию, не больше одного мегабайта. Дерево должно умещаться в память одной машины. Так, чтобы оно было реплицировано вот просто на трех машинах, жило, и все. Дерево маленькое. Операции как будто бы с файлами. Создать узел, удалить узел, узнать, существует ли узел. Записать данные, прочитать данные. Но вот узлы есть разных видов. Есть узлы персистентные. Вы просто создаете узел, и все, он там висит. А есть узлы более сложные. Вот у вас укипер. Вы как клиент держите с ним сессию. Такое логическое соединение. Вы можете создать узел, выполнить команду create. По пути P создать узел с содержимым D. И можете флаги выставить. У вас узел может быть эфемерным, может быть sequential. Но что такое эфемерный узел? Это узел, который живет столько, сколько жива ваша сессия. То есть вы подвешиваете узел к дереву, и он умирает, если умираете вы. Ну, либо если потайм-аутилась ваша сессия, то есть какие-то ваши пинги не доходят. То есть он слушает ваши хардбиты, и откуда вы были все эти хардбиты? Да, то есть такое может случиться потому, что либо у вас сейчас сборка мусора началась в Java, и клиент не отправляет хардбиты, потому что он кучу собирает. Ну, либо потому что вы умерли. Но, опять же, никто этого, никто не видит разницы снаружи. Зачем это может быть нужно? Вот утверждается, что этого хватит, чтобы сделать блокировку, как в ЧАБе. То есть мораль такая, что интерфейс более общий, чем в ЧАБе. Как можно сделать блокировку? Сделать там лог. М? Сделать моду лог. Ну вот, у вас есть имя вашей блокировки. Вы подвешиваете там ребенка с именем лог. Ну, то есть вызывайте create такой. Что смешного? Разно подвешиваете. Подвешиваете. Ну, узлы называются z-node, чтобы не путать их с нодами-машинками. Подвешиваете такую z-node с каким флагом? Эфемерная. Вот, и если у вас это получилось, значит, вы завладели блокировкой. А почему не могли несколько чуваков? Ну, потому что create понимает, что он делает. Он либо создал, либо не создал. Если он ответил, что он не создал, значит, вы опоздали. Значит, вы не первый. Ну, это похоже, на самом деле, на вот такую штуку. Это оно и есть. То есть, либо вы попытались создать, ну, в любом случае, здесь будет этот узел, но либо вы узнаете, что вы его создали, и вам вернется 0. вернется, что окей. Либо вы получите ошибку, что узел уже был. Прочтите единицу здесь. Ну, то есть, вот все абсолютно одинаково. Ну, а дальше что вам делать, если узел есть уже? Ну, все, владелец же может умереть. Ну, тогда он еще не трогает быть в планете, а потом эфемерный узел умер. Как ты об этом узнаешь? Кто я? Ты вот конкурент. Конкурент? Который ждет момента, чтобы самому стать лидером. Ну, я, видимо, дальше сейчас. Долго не буду получать ничего от лидера. Подумаю, может, мне стать лидером, сделаю create и буду успешен. Ну, ты можешь, на самом деле, подписаться. Вот, видишь, здесь есть операция exists, и она чуть более сложная, чем кажется. Она возвращает тебе, во-первых, версию узла, а во-вторых, позволяет тебе подписаться на изменения. Если вдруг узел умрет, то есть зу-кипер просто его удалит, потому что сессия перестала пинговаться у клиента, то тебе сообщат. И ты... А они сообщат, в смысле, не отправили сообщение? Да. Вот у тебя библиотека, клиентская дернет callback какой-то, что вот, парень, смотри, узел-то пропал. Теперь ты можешь его создать. Вот, есть еще один. Флаг sequential. Он что значит? Интуиция, что он говорит? Вот вы создаете узел, create с флагом, там. Вот такой вот узел. Вот подсказка. Вы создаете вот такой вот узел. вызываете create. Это путь. Позволяет создавать услуги, но там один вешает на другой. Следовательно, справедливо. Ну вот такой режим, он включает автоматическую нумерацию потомков. То есть у вас создается, у вас есть нода log, неспроста она так называется, а внутри нее есть дети. Ну и так далее. То есть вы просто бросаете свои записи в эту директорию, ну в директорию, а сам звукипер назначает им порядковые номера последовательные. Монотон увеличивает внутренний счетчик в этой директории и вот добавляет его к имени. На что это похоже? Ну это очень дешевый способ сделать вот примерно raft. Да? Ну просто швыряете в звукипер свою команду, а она просто их выстраивает. Потом вы просто идете и читаете то, что получилось здесь. Так? Да. Ну про то, что, конечно, он реализовывает прав. Ну, сейчас я утрирую. Это реплицированный лог. Потому что внутри у вас тоже свой лог. Помнишь, я когда рассказал тебе про реплицированный лог, я картинку рисовал. Сначала лог висел в воздухе, а потом он был реплика на каждом узле. Да. Вот теперь он висит в воздухе, потому что дзукипер — это вот как бы такое облачко надежное, которое никогда не сломается. Ну если ты, конечно, не утопил весь дата-центр. Есть команда setData. Есть здесь setData? Видите, здесь есть еще getACL, то есть можно право вешать. Это все еще не файловая система. Но getChildren неинтересно. GetData, getData. SetData. Что такое setData? Ну тут есть два варианта. Вот вы даете путь и данные. Ну и вы пишете данные по пути. То есть какое-то, там, в это дерево. Вот оно реплицировано этим звукипером. И вы пишете по какому-то пути эти данные. Бабах. Вот сюда. Вот сюда. Или нет? Или чуть сложнее? У нас еще есть версия. Проверяем. Вот. А есть третий аргумент. Он опциональный, и там есть версия. Какой смысл версии? Каждый раз, когда вы обдавите узел, у него бампится версия. То есть звукипер просто увеличивает ее на один. Как вы думаете, что делает setData с версией? Нет, setData без версии увеличивает на единицу. Может, составляет тот же запись? Теперь f-максимум, если это старая версия, то она не обновляет. Если это новая версия. Если версия совпала, то запись происходит, версия увеличивается на единицу. Если версия не совпадает, то тогда вам отказывают записи. Равно, не больше? Равно, равно. Это касс. Короче говоря, если правильно посмотреть на звукипер, то может показаться, что это либо файловая система, либо очередь сообщений. Ни то, ни другое неверно, потому что есть распределенные файловые системы и очереди сообщений. Распределенные файловые системы — это HDFS, очередь сообщений — это кавка. А это на самом деле набор атомиков, который почему-то похож на файловую систему. Но почему он похож на файловую систему? Потому что вам нужна иерархия. Должны быть какие-то имена у атомиков. Возможно. И эти имена, они должны... И вот у каждого проекта, который использует звукипер, будет свое пространство имен. Потому что сервис общий. Вы не привязываете его к конкретной системе. Ну и чтобы этих клиентов, эти системы разделить, вы заводите там разные namespace, разные поддиректории, и в них там сервите свои атомики. Маленькое тролуло, я про него, по-моему, говорил в прошлый раз, или позапрошлый, позапрошлый. У звукипера есть команда get data, вот, и ее невозможно заставить работать линализуемо. Ну, просто они не сделали так. Вы реплицируете это дерево и пишете через, ну, через Atomic Broadcast, вырядачуете все записи, а читаете его с любой реплики. Просто что вам дали, то и вы прочли. Страшно это? Да не очень. Ну, для этой конструкции вообще не страшно. То есть вы не прочли еще весь лог, но это неважно. Вы не могли прочесть неправильный префикс лога. Вы просто могли прочесть не весь еще. Ну, рано или поздно увидите, переживете. Ну что, у нас осталось еще сколько времени? Либо 5, либо сколько? Либо 26. Все-таки 6 осталось, да? Нет, я хочу понять, насколько вы вообще вменяемы еще? Может быть, вы не вменяемы давно. Так что? 6 или 26. Ну, проголосуйте, пока я это все стираю. Ну, постарайтесь, да. Это слишком много попал, что дальше нужно лидера лекции привести. Какая разница? Если мы предлагаем один вариант, или мы предлагаем много лидеров, то... Так чего? 26. Смелый человек. Хорошо. 26. Простите его, если он назвал неправильное число. Мне никто не противоречит. Пара примеров. Где это все может быть полезно? Вот есть такая система ClickHouse. Ну, я сейчас очень приближ... Ну, простое приближение я пишу. На самом деле все сложнее и по разным причинам. Но для нас сойдет. Слышали про ClickHouse? Система, которую пишут в Яндексе, это аналитическая база данных для того, чтобы туда загружать много данных, пальчиками большими, потом делать какие-то селекты очень быстрые. Вот. И эти данные можно реплицировать там. То есть у вас есть какая-то большая таблица, она нарезана на вот такие вот шарды. И каждый шард — это какие-то три машины. Там в разных дата-центрах стоят. И вы в них кидаете свои запросы, свои вставки. А они между собой вот договариваются, чтобы построить одну общую таблицу. Тут нет одного выборного лидера, который бы принимал все вставки. Вместо этого они все могут это делать. Ну и тут даже, и ладно, это неправда, но когда-то так было, и давайте считать, что так и есть, в этой системе нет апдейтов. То есть вы можете просто вставлять новые строчки, не можете менять то, что уже есть. Так что любая реплика может принимать новые данные. У них задача просто обменяться и иметь синхронизироваться друг с другом. Просто прийти к одному и тому же состоянию, в конце концов. Вот. Как там чуть подробнее все устроено? Каждый шарт, он состоит из... Итак, вы вставляете не отдельными записями, вы вставляете блоками записей. Этот блок, он в первом приближении отдельный файл. То есть он будет лежать на диске. Чем больше таких блоков, тем их тяжелее сливать. Ну, в смысле, не так. Чем больше блоков у вас становится, тем дороже будут селекты, потому что вы будете много чтений из диска делать, много файлов открывать, прыгать в разные места. Поэтому вы хотите их мерзжить в большие сортированные файлы, чтобы делать селекты. Но, кроме того, разные реплики должны просто узнавать о том, что у другой реплики появились новые блоки. Как это все устроено? Опять же, упрощение. Реплика получает какой-то блок от пользователя. И она идет в ZooKeeper, и в директории log создает новый эфемерный узел. Ой, новый sequential узел, который говорит, вот появился блок. Вот я себе его добавила. То есть мы создали в этой директории узел слэш-б с флажком sequential. Вот вам назначен порядковый номер. Дальше каждая реплика читает этот лог, и когда видит новый блок, которого у него нет, то она идет к соответствующей машинке и скачивает оттуда. Какие с этим логом есть? Зачем он вообще нужен? Есть такая задача. Нужно же эти блоки как-то сжимать, сортировать, объединять в большие. Делать это совсем произвольно нельзя. То есть каждая реплика не может делать это независимо от остальных. Потому что они хотят быть в каком-то общем синхронизированном состоянии. Потому что иногда реплика умирает, и нужно перезагружаться, и нужно сразу получить большой файл. Нужно, чтобы разные блоки не пересекались у разных реплик. Поэтому что происходит еще? Какая-то реплика, которая выбирается главной, она берет и кладет сюда команды, которые называются merge. Эта команда означает, что реплика, которая дошла до вот этого merge, должна у себя локально слить вместе вот все эти блоки. Не очень важно пока зачем. Важно, что такие команды бывают. И вот эти реплики должны проходить через одну и ту же историю merge. Вот вопрос. Кто же будет добавлять эти merge в этот лок? То есть, чтобы бросать эти записи в лок, никакой лидер не нужен. Ты получаешь блок от пользователя, вот бросаешь его в звуки, и он появляется в этой директории. А вот merge должен назначить кто-то один. Ну давайте, кто-то выберет. Давайте будет лидер, он будет назначать мерджа. Проблемы продолжаются. Я с этого начал, пытался у вас выяснить, что же нужно, кроме интерфейса лок. Вы сказали, ничего не нужно для начала. Ну вот, мы выбрали лидера, он решил назначить мердж. Пока он решил это делать, решал это делать, в это же время его сессия протухла. Лок у него отняли. Другая реплика стала лидером и решил назначить свой мердж, немножко другой. Если они разом положат в эту директорию новый узел с командой merge, то ничего хорошего не случится. У вас будут две конфликтующих операции. Давай сделаем так, чтобы проблемы не было вообще. Потому что мораль-то в этом, мы его рассказываем. Мердж с эпохой? Что мердж с эпохой? Привязать мердж к эпохе. Тогда если... Смотри, эпохи, это такая вещь какая-то внутренняя или протокола. Ты хочешь просто... Ехать. То, что я говорю, это скорее заново реализовывать рак. Тут есть такая тема в ZooKeeper. Вы можете делать мультиоперации. Да. Давайте сделаем так. Суть такая. Вы можете положить в одну операцию, ну, в такую логическую операцию, несколько команд. Есть команда create, например, или setData. А есть команда, которая называется checkVersion. Это типы транзакции? Да. Но эти операции будут выполнены ZooKeeper вот как... ну, подряд. Как транзакции, но, в смысле, они прямо вот физически будут подряд выполнены. Ну, потому что какая разница с ZooKeeper? Вы там положили в лог одну команду или три раза. Это для... это вот там... Atomic Broadcasting никакого значения не имеет. Просто у вас более сложная команда. Так вот, что же вы делаете с помощью такой команды? Если вдруг вы написали там checkVersion первым шагом, а он не сработал, то вот вы мультиоп свой можете свернуть. Он не выполнится. Нужно проверить, что мы держим в лог и при этом добавить... Ну, вот, у вашей блокировки есть версия за то, что там версия монотон увеличивается, следит сам ZooKeeper. Вы хотите добавить команду в лог, но только в том случае, если вы еще лидер. Ну, давайте вы так и напишите. Я сначала проверяю, что я лидер все еще. Вот есть у меня есть своя эпоха, в которой я был лидером, в которой мне дали блокировку. Я проверяю тамарно, что я еще лидер и после этого делаю create в этой директории. Если появился новый лидер, то значит, там, версия в ZooKeeper проапдейтилась у нашей блокировки и значит, они не откажут. Если я еще лидер, то я создам этот узел. Здесь важно, что мы работаем внутри ZooKeeper целиком. В смысле, что мы и блокировку там берем и версии там же используем. И версии там и проверяем. Чувствует кто-нибудь, что происходит? Нет, 26 минут вы, конечно, не выдержите. Нет, там нет готовой операции, там это называется рецептами. То есть ты можешь написать, ну, тебе C++ дает набор атомиков? Ну, вперед. То есть Chubby – это набор, вот, это набор мьютексов. Здесь набор атомиков. Ты из них можешь сделать мьютексы, можешь, там, барьер соорудить, можешь семафор соорудить, можешь рвелок соорудить. Но я сейчас на другом акцент делаю, не на рецептах, а на том, что ты с помощью ZooKeeper ведешь историю своей блокировки, монотонно увеличиваешь там счетчик, эпох, и через ZooKeeper же проверяешь, что твоя эпоха все еще валидная. То есть у тебя и лог, и то состояние, которое ты меняешь, живут внутри ZooKeeper. И то, и другое. Поэтому ты выберешь лог с версии, и сам ZooKeeper же у тебя потом ее проверяет. Твое локальное представление в эпохе может устареть, но, к счастью, ZooKeeper знает актуальную информацию. Он тебя и завернет, если твоя версия устарела. Ну, потому что внутри ZooKeeper находится реплицированный лог. Там написано, вот сначала выполнить команду 1, потом команда 2, потом команда 3, потом команда 4. В этой команде 3 написано multi-op. Сначала первый, там, check version, потом create. Ну, и автомат локально применяет все эти команды слева направо. Сверху вниз. Внутри одного слота. Тут же нет никакой параллельности, она не нужна. Вот внутри ZooKeeper работает протокол, который называется ZooKeeper Atomic Broadcast, который не RAFT, но не важно, что это. Он занимается тем, что вот все команды, которые в ZooKeeper поступают, он упорядочивает. Этому протоколу не важно, это команда 1, create, или команда multi-op. Мне вообще плевать на содержимое. Ладно, это неправда. Есть некоторые нюансы, но в первом приближении плевать. Но это все внутри, ты этого не видишь. Ты пользуешься всем этим, как вот, как просто надежным хранилищем вот с таким вот странным интерфейсом. С sequential узлами, с эфемерными узлами, с CAS. То есть, по сути, ты делаешь CAS сейчас. Если там одно не поменялось, то записали в другое место. Ну, правда, не совсем CAS, чуть более сложная операция. Но по смыслу похожая очень. Понятно? Вот здесь уже не нужно написать сложный протокол. Тут одна блокировка, которую нужно взять, и просто директория, в которую вы бросаете новые узлы. Ну, это не совсем тривиально, но все-таки это попроще, чем поддерживать свой собственный там паксос внутри. Гораздо проще. Это одно применение зутипера, совсем нетривиальное. У него куча других тривиальных применений, но про это вам Ярослав расскажет. Там можно разные блокировки делать, можно конфигурации раздавать. Много всего. Можно failure detection делать, ну, то есть узнавать, какой состав кластера сейчас, какие узлы активные, какие умерли. Но это все, понятно, делается через эфемерные узлы, опять же. Ну, а для наших целей, вот интуиция такая, почему вам нужны блокировки с эпохами. Ну, затем, чтобы понимать, какие блокировки актуальны. Если вы идете во внешнюю систему, а не в зутипера, а вот это вот вовне с этой блокировкой, то там уже сложнее. Ну, если ваши изменения не атомарны, то нормально, а если не атомарны, то вот уже сложно становится. Ну, чего? Если у вас есть вопросы, задавайте. Ну, считай, что там мультипаксис написан. Такое приближение сойдет. Везде написано мультипаксис. Ну, нет, там не написано мультипаксис, я же еще раз говорю, это обман. Но просто, чтобы... Везде примерно... Просто, чтобы не вдаваться в ненужные детали. Будем читать, входит запись. Да. Смотрите, вот здесь сложный протокол. Он внутри. Вот он наружу, никому не виден. У вас снаружи файловая система простая. Ну, вот иерархия с атомиками. Просто эти атомики, они отказоустойчивые. Они умеют касс, они умеют там exchange, они умеют все привычные вам операции. Там load и store. И вы уже через них выражаете свой алгоритм. Вот именно в этом смысле... Ну, в этом смысле ZooKeeper — это консенсус как сервис. Вы используете от него возможность упорядочивать апдейты. Он упорядочивает все ваши записи и назначает им номера последовательные. Но это все выражено в виде версии. Вот этим вы и пользуетесь. То есть у вас есть блокировка, у него есть версия. Следующая блокировка — будет следующая версия. Вот это главное, что нужно. То есть log плюс эпоха. Постарайтесь это принять в своем сердце. Это самое главное. Самое главное, что вы можете за полгода вынести. И на правду. Если это почувствовать, то станет проще. Ну все, обед.